Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре универсал Lada Largus Cross. На видео переднеприводные автомобили с двигателем 1.6 литра и механической коробкой передач. Комплектация люкс, пятиместное исполнение. Цвет автомобиля ярко-синий металлик. Диски литые 16-дюймовые с шинами размерностью 205 на 55. Задние тормоза барабанные. В заднем бампере расположен парктроник, а камера заднего вида в этой комплектации не предусмотрена. Запасное колесо расположено под автомобилем. Релинги окрашены в черный матовый цвет. Боковые зеркала и ручки дырей окрашены в цвет кузова. Ключ обычный с двумя кнопками. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водическое место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Обивка сиденья тканевая. Водическое сиденье оснащено механической регулировкой по высоте. Рядом расположена кнопка подогрева водительского сиденья. Подогрев однорежимный. Включим зажигание с помощью ключа. Панель приборов аналоговая с оранжевой подсветкой. Левый патрульевый переключатель отвечает за управление светительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Включим габариты и ближний свет. Противотуманные фары включаются дополнительным переключателем. Помигаем дальним светом. Левый указатель поворота, затем правый. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Повторитель указателя поворотов расположен на передних крыльях. Передние фары и передние противотуманки галогенные. Передний парктроник не предусмотрен. На автомобиле установлены расширители колесных арок и пластиковый обвес по периметру кузова. Вампера также выполнены из матового черного пластика. Клиренс автомобиля составляет 195 мм. Задние фонари и подсветка заднего номера с обычными лампами. Задняя противотуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На центральной панели находится кнопка управления центральным замком. Рядом кнопки управления передними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники без доводчиков. Между передними сиденьями находится блок электроглировок боковых зеркал. Система складывания боковых зеркал в данной комплектации не предусмотрена. Правый патрульевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. С торцевой стороны этого переключателя расположены кнопки управления бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный. Дисплей расположен по центру панели приборов. Бортовой компьютер может показать информацию о расходе топлива, пробеге и запасе хода. Рулевое колесо без кнопок с отделкой пластиком. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху передней панели. В автомобиле установлены магнитолы размерностью 1 Дин. Дисплей магнитолы монохромный. Помимо радио поддержатся форматы USB, AUX и Bluetooth. Входы USB и AUX расположены спереди на магнитоле. В составе акустической системы четыре динамика. Данный блок отвечает за вентиляцию в салоне. Центральная шайба отвечает за включение системы из-за регулировки интенсивности обдува. Правая шайба отвечает за регулировку температуры. Левая шайба отвечает за выбор направления обдува. Рычагом под центральной шайбой переключается рециркуляция воздуха. Кнопка «Отсет» отвечает за включение кондиционера. Переходим на потолок. Он серого цвета. Водительский противосолнечный козырек без макияжного зеркала и без подсветки. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находится кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник не предусмотрен. Подстаканники расположены перед рычагом коробки передач. Рядом находится розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Ручный тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая пятиступенчатая. При включении задней передачи актируется задний парктроник. Индикация звуковая. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Под потолком имеется полка для вещей. Освещение для задних пассажиров расположено посередине крыши. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних сидений расположены карманы. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь заглянем в багажник. Открывается он ручкой на крышке багажника. Двери багажника двойные, распашные. Объем багажника составляет 560 литров. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Слева в багажнике расположена ниша, а справа набор инструментов. Заднее сидение складывается в пропорции 60 на 40. Объем багажника при сложных сидениях составляет 2350 литров. Глючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Производитель допускает использование 92-го бензина. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью данного рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Шумоизоляция на крышке капота не предусмотрена. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 1,6 литра. Мощность составляет 106 л.с. Мы с вами осмотрели универсал Lada Largus Cross. В комплектации люкс, с бензиновым мотором 1,6 литра, с передним приводом и механической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 807 900 рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина. И какие бы еще машины вы хотели увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч.